Эфир Кубань24 продолжает программа «Факты мнения» в студии Алла Гаража. Здравствуйте. Права 25 тысяч дольщиков восстановили в прошлом году в Краснодарском крае после вмешательства прокуратуры. Совместно с органами власти удалось добиться ввода в эксплуатацию 69 проблемных объектов. В планах на этот год завершить восстановление прав более 30 тысяч владельцев квартир в 83 проблемных домах. На решение этих вопросов край выделит почти 2 миллиарда рублей. Эти средства позволят получить софинансирование Федерального фонда защиты прав граждан участников долевого строительства. Планируется их использование для достройки инвестиционно-непривлекательных объектов. Итоги междеведомственного взаимодействия в части решения проблем обманутых дольщиков обсудили на расширенном заседании коллегии прокуратуры Краснодарского края. О надзорной деятельности прокурора в сфере долевого строительства жилья поговорим с моей гостью. В студии прокурора дела по надзору за использованием закона в сфере экономики прокуратуры Дарья Леднева. Дарья Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Краснодарский край еще в прошлом году фигурировал, что касается обманутых дольщиков, в числе регионов, ну так скажем, мягко выражаясь, где совсем не радостная была ситуация. Если поднять ленту прокуратуры, то очень часто появляются эти сообщения. Давайте поговорим о том, какова ситуация на сегодняшний день, как ее можно охарактеризовать, выправляется. К сожалению, до настоящего времени на территории края сохраняется значительное количество проблемных объектов. Это обусловлено тем, что высоко развита строительная отрасль в крае. Обусловлено это тем, что у нас благоприятный климат в крае, значительное количество курортов, активно мигрирует население северных регионов, средней полосы. Также есть и иные факторы. Вместе с тем имеется положительная динамика на данном направлении. С начала масштабной кампании по восстановлению прав обманутых дольщиков, начато еще в 2017 году, органами прокуратуры проделана значительная работа. Решены проблемы в отношении 300 многоквартирных домов, восстановлены права свыше 100 тысяч граждан. Одним из позитивных моментов также является понимание того, как восстанавливать права участников оставшихся проблемных объектов. В отношении каждого из таких домов разработан алгоритм разрешения ситуации. Активно используются средства специально созданного фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. С помощью этого механизма планируется восстановить права порядка 7 тысяч участников строительства, более чем 80 проблемных объектов. Если более подробно поговорить об итогах 2020-го, прошлого года, скольким участникам долевого строительства прокуратура помогла восстановить права, сколько дел в производстве было, какое количество из них было до суда доведено? В 2020 году введено в эксплуатацию порядка 70 проблемных объектов, что позволило восстановить права свыше 25 тысяч граждан. В производстве органов предварительного расследования находилось 110 уголовных дел, в том числе 41 возбужденное именно в этом году. В течение всего года направлено в суд 45 уголовных дел, по которым потерпевшими признано почти что 6 тысяч граждан. Можно выделить какой-то один или, быть может, несколько наиболее сложных, наиболее трудных объектов в этом отношении? Может быть, не самым сложным, но, наверное, самым старым был многоквартирный жилой дом по улице Корякина 5 в городе Краснодаре. Его строительство было начато еще в 2003 году и в 2011 приостановлено ввиду несостоятельности застройщика. Степень строительства объекта составила около 40%. Для завершения строительства указанного многоквартирного дома в 2015 году участники создали жилищно-строительный кооператив. Впоследствии он явился стороной в договоре, подписанном между органами местного самоуправления и инвестором. В настоящее время многоквартирный жилой дом строительством завершен и в феврале 2020 года введен в эксплуатацию. В гражданский оборот введено порядка 500 жилых помещений. 2003, да, вы сказали, так долго люди ждали своих квартир. Какое количество сегодня в производстве находится? В настоящее время в производстве органов расследования находится 46 уголовных дел, по которым не принято еще окончательное решение. В том числе по 11 сроки следствия составили от 3 до 6 месяцев, по 20 от 6 до 12 месяцев и по 15 свыше года. Это обусловлено сложностью расследования данной категории уголовных дел, в том числе в связи с большим количеством потерпевших, с необходимостью проведения строительно-технических и иных экспертиз. А в чем еще сложность заключается, помимо вот этих основных? Как правило, в производстве таких дел? Ну, это значительное количество потерпевших, их надо всех найти, признать потерпевшими, опросить. Многие из них проживают за пределами края, как уже отмечалось, в северных регионах, в средней полосе. И это длительная процедура, в том числе и производство экспертизы, тоже длительная. Мы понимаем, что восстановление прав обманутых дольщиков – это такая комплексная, системная работа сразу нескольких ведомств. Давайте расскажем о совместных мерах, какие сегодня прокуратуры предпринимаются исполнительной властью, для того, чтобы все эти вопросы разрешить. Благодаря органам прокуратуры принят и вступил в силу закон о дополнительных мерах защиты прав участников строительства многоквартирных домов на территории края. Изданы необходимые подзаконные акты. Кроме того, в мае 2019 года инициировано внесение изменений во вторую статью указанного закона в части порядка предоставлений бюджетом муниципальных образований края субсидий на финансирование затрат юридических лиц по завершению строительства проблемных объектов. Соответствующие изменения также внесены в бюджет. Для этих целей в 2019-2020 годах из бюджета выделены субсидии в размере 1 миллиарда рублей. За счет этих средств завершено строительство пяти крупных жилых комплексов, расположенных на территории города Краснодара, в состав которых входило шесть многоквартирных домов. Восстановлены права пяти тысяч граждан. Дарья Витальевна, как в муниципалитетах эта работа сегодня выстроена? Получилось ли в городах и районных прокуратурах выделить персональных, ответственных за контроль по этим вопросам? Насколько я знаю, в прошлом году об этом шла речь на совещании у губернатора. Еще в ноябре 2017 года на заседании Межведомственной комиссии администрации края было принято решение о создании в муниципалитетах рабочих групп по защите прав пострадавших участников долевого строительства, которые планировалось проводить под председательством глав муниципальных образований. В заседаниях указанных групп принимают участие сотрудники территориальных прокуратур, также руководителей правоохранительных органов. Указанный способ взаимодействия позволяет своевременно выявлять потенциально проблемные объекты, по которым еще не нарушены сроки исполнения обязательств перед гражданами, но уже имеется отставание от графика выполнения работ. Кроме того, в каждой территориальной прокуратуре определен сотрудник, который осуществляет надзор за соблюдением прав граждан и участников долевого строительства. Как правило, обладающие наибольшим опытом. Если по муниципалитетам выделить наиболее проблемные, понятное дело, что где больше строят, там больше проблемных. Краснодар, насколько я понимаю, все-таки первой строчки. Какие еще можно выделить? Это определенный Краснодар, а также города, расположенные на побережье края. На первом месте, конечно, будет Сочи. Возможно, дальше даже опередит Краснодар по количеству проблемных домов. Есть ли практика личных приемов граждан, как раз обманутых дольщиков, те, кто хотят обратиться в прокуратуру со своей проблемой? В соответствии с организационно-распорядительными документами прокуратуры края, личный прием осуществляется руководством территориальных прокуратур не реже одного раза в неделю. Такой прием также проводит руководство прокуратуры края, в том числе и выездные приемы, которые проводятся в соответствии с графиком, а также внепланово, если ситуация того требует. Кроме того, взаимодействие с участниками строительства проблемных объектов осуществляется территориальными прокурорами на системной основе, в том числе путем их приглашения на заседания рабочих групп для принятия участия в совещаниях, в том числе выездных, которые также проводятся и на самих строительных площадках. Дарья Витальевна, интересно дальнейшее отслеживание судьбы. Дело завершено. Как прокуратура дальше за этим проблемным объектом следит? И в какой момент вы можете понять и точно сказать, что работа завершена по тому или иному объекту? Вынесение приговора по уголовному делу не является главной целью органов прокуратуры. Одной из основных задач является восстановление прав пострадавших граждан. Так, после вынесения приговора, как правило, до трех лет сохраняются аресты, наложенные в рамках расследования уголовного дела. Это делается для того, чтобы граждане, признанные потерпевшими и не воспользовавшиеся правом предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела, могли взыскать денежные средства и после вынесения приговора, но уже в рамках гражданского судопроизводства. Но данный способ защиты прав используется только в случае, если отсутствуют иные способы. Как правило, это касается самовольно возведенных объектов. В большинстве случаев восстановление прав граждан происходит путем завершения строительства проблемного объекта и передачи жилых помещений участникам строительства. И только после передачи гражданам ключей от квартир работа прокуратуры считается оконченной, и объект можно снимать с контроля. Такой конечный результат. Знаю, что многие застройщики выводили деньги из строящихся объектов на возведение новых. Вот органы прокуратуры взыскивают в судебном порядке из застройщиков такие средства, которые не по целевому назначению используются сегодня. Да, органами прокуратуры предъявляются такие иски. И в 2020 году предъявлены иски о взыскании денежных средств участников строительства, которые застройщики израсходовали на цели, не связанные со строительством, на сумму, превышающую 650 миллионов рублей. Также в прошлом году по результатам принятых мер, в том числе в предыдущие периоды, застройщиками возмещены денежные средства участников строительства на сумму более 750 миллионов рублей. С июля прошлого года новая схема заработала из крово-счета. Ожидалось, что она как раз-таки поможет искоренить полностью эту проблему. Что прокуратура думает по этому поводу? Получается сегодня? В настоящее время уже порядка 80 застройщиков возводят 250 многоквартирных домов, финансирование которых осуществляется с использованием скроу-счетов. Проектное финансирование получено уже по 100 домам. И общая сумма кредитных средств, которые будут привлечены для строительства этих домов, составляет порядка 53 миллиардов рублей. Тогда как планируемая стоимость строительства составляет 60. Застройщиками уже открыто свыше 11 тысяч счетов из кровоу, на которых находится 22 миллиарда рублей. Данная система призвана исключить любые риски для граждан при приобретении недвижимости. В случае, если объект, который возводится с использованием счетов из кровоу, все же приобретает статус проблемного, денежные средства участника строительства, замороженные до завершения строительства в кредитном учреждении, будут гражданину возвращены. Для полного перехода на данную систему финансирования жилищного строительства понадобится порядка 2-3 лет. Ну, будем ждать, чтобы все эти вопросы были закрыты. Я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. Таким было мнение прокурора отдела по надзору за исполнением закона в сфере экономики прокуратуры края Дарьи Ледневой. На сегодня это все. Всего вам доброго и до встречи. Берегите себя и про маски не забывайте.